Буду любить тебя То есть преимущественно Теория решения изобретательских задач Как она работает На детские умы У вас другой профиль Такой уже калибр Для людей старше Мудренее И назвали тему так Как ТРИС может помочь в решении Повседневной жизни И для начала расскажите еще раз О методике ТРИС для тех, кто только К нам присоединился, что это такое Чем непосредственно вы занимаетесь Спасибо За хорошие вопросы За большое количество хороших вопросов Действительно Теория решения изобретательских задач Возникла как ответ На вызов Связанный с тем Что потребовалось большое количество Новых интересных решений И самое главное Что эти решения нужно было получать Гарантированно в срок Быстро и эффективно И самое главное Именно те, которые нужны И самым интересным На начальной стадии Было то, что Создатель ТРИС Генрих Альшулер Он перестроил формат И если до этого Люди пытались изучать изобретателей И пытались залезть Фигурально выражаясь В голову изобретателей Понять Вот как он мыслит И что нужно сделать Чтобы мыслить так же И каким надо быть человеком И так далее То он зашел с другой стороны И он стал изучать технику Он стал изучать Развитие техники Историю развития техники И он выдвинул такую гипотезу Что, ну, в общем, все равно Как ты мыслишь Самое главное Понимать, куда и как Она развивается Техника И если ты знаешь Что из пункта А тебе нужно попасть В пункт Б И понимаешь Есть у тебя описание Этого пункта То, в общем И мысли дальше Как хочешь И самое главное Приди туда, куда надо И он научился отличать Простые творческие задачи От сложных творческих задач Ну, собственно Простые-то мы легко решаем Ну, да А сложные Вот в чем проблема И он увидел Некоторые факторы особенности Это наличие противоречия Сложная задача Содержит в себе противоречие Вот она этим и сложна Ну, бывают разные виды сложности Мы сейчас можем Много разных видов описать Но, тем не менее Противоречие Это вот такая базовая вещь Которая Ну, процентов 80-85, наверное Задач Имеет сложность Связанную с противоречием Как можно фигурально Выразить противоречие Как можно его описать Ну, могут тебе дать Такую задачу Которую ты в принципе Не знаешь, как решить Да И мы этого стараемся Здесь вот не касаться Но чаще всего Задача, которую тебе дают Связанная Ну, как бы сложность Связана с тем Что ты, в общем-то, знаешь Как ее решить Но вот это решение Приведет к ухудшению Какого-то другого важного Для тебя свойства То есть тебе нужно повысить Там надежность Оборудования Которые, ну, мы производим Да И ты знаешь, как это сделать Ну, надо, например, перейти На очень качественные Комплектующие Например, да Ну, и все И выход Вот он есть Но ты понимаешь Что переход на Очень вот эти Качественные Комплектующие Приведет к существенному Увеличению цены Изделия А существенное Увеличение Недопустимо Ты, как бы, выпадешь Из сегмента рынка И вот это вот Когда я знаю Как сделать Но не могу сделать И вот Стало Тупик такой Вот такой тупик Да Ну, вроде знаю Как Но не знаю И вот это Было таким Началом И вдруг оказалось Что вот Подобного рода Структуры Они постоянно Присутствуют В технике Да не только в технике В жизни присутствуют Когда Я знаю Как хорошо провести отпуск Но 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 при этом Я обнулю все свои Запасы, капиталы И не смогу Там купить Нужную потом вещь Долгосрочную Там типа Хладильника Машины Там чего угодно И так далее И так далее И вот оказалось Что Подобного рода Структуры Они в технике Техники очень часто встречаются Их можно Выявлять И огромное количество Изобретательских задач Сводится к не очень большому количеству Вот такого рода противоречий Так алгоритм определен То есть вы обучаете людей Ну, скажем так Принимать решения Да? Мы учим их сначала Четко структурировать Ту задачу Которую они вводятся Потому что Выявленные Мы ведь решаем задачу Так и не сформулировав ее Вот Вот Мы бьемся В так называемой Проблемной ситуации Или в проблемном болоте В таком Когда мы начинаем решать Одну задачу Видим тупик Отказываемся Начинаем решать по-другому Видим тупик Отказываемся И так И ходим по кругу Вместо того Чтобы четко сформулировать Вот эту вот структуру Которая нам мешает И дальше уже По порядку с ней работать Получается Основной запрос Вот ваша аудитория Это руководители Какие-нибудь Технические Специальности Да? Вот преимущественно Мне кажется Вот вы сейчас говорили Для кого это важно Или не только Я ошибаюсь В американских книжках Очень часто пишут Для кого она Для всех Кому это представляет интерес Я думаю Что И мы видим Что запрос Идет от Людей Любых специальностей От экономистов От HR От Управленцев И так далее Самое главное Чтобы Они Видели перед собой Задачи То есть Огромные сложности Проблемы Барьеры Которые надо перепрыгнуть Мы совсем скоро продолжим Задавайте свои вопросы Группа ВКонтакте Страна.фм Напомню В гостях у меня сегодня Мастер Трис Александр Владимирович Кудрявцев Также Ватсап Вайбер 909-928-189-9 Я думаю Наш гость удовольствием Прокомментирует Если вас что-то заинтересовало Пишите Ну а пока По курсу музыка Молей мне бармен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мастер Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не твоя вина Субтитры сделал DimaTorzok 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 там, сына или дочь на работу, и она так иногда часто говорит, ты все взял, что нужно? И вот если бы знать все, что нужно, было бы очень здорово. И мы как раз пытаемся вот такие найти инструменты мыслительные, которые помогут людям в ситуациях, пока еще неопределенных. А как происходит запрос? То есть вас приглашают, например, в какие-то компании, чтобы вы проводили мастер-классы, или вот как взаимодействие происходит, допустим? Ну, путей очень много, путей очень много. Существует значительное количество групп специалистов, которые ведут работу на предприятиях и крупных, и средних, и малых, и готовят индивидуально людей. Но вот в том сегменте, в каком я работаю, это скорее крупный бизнес. Здесь идет такой большой запрос, связанный с повышением конкурентоспособности продукции. Он требует быстрого обновления самих продуктов, и требует также обновления технологий. И легко обновлять технологию, когда есть много денег, но когда финансы ограничены, приходится выкручиваться вот на том, что есть. И запросы обычно идут в связи с тем, что, ну, поскольку за рубежом эту нашу отечественную технологию широко уже используют, то, как правило, перенос вот этого передового опыта, ну, когда смотрят, как работает там General Electric, как работает там Intel, и берут у них передовые практики, то очень часто они говорят, ну, вот есть еще такой инструмент, как Мастер Трис, Александр Владимирович Кудрявцев. Скоро продолжим небольшая пауза. Селерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну Реклама Как создать автомобиль, способный восхищать? Нужна динамика и драйв Это мотор Subaru Boxer Контроль, маневренность Еще бы постоянный полный привод Что с проходимостью? X-Mode и Clearance 220 Ты видишь поворот? Да, фары поворачивают тоже Красивый Умный Безопасный С системой помощи водителю iSight Меня он восхищает Новый Subaru XV Создан инженерами Liqui Moly Представляет новое поколение моторных масел Maligem Революционное моторное масло для снижения трения на молекулярном уровне Maligem Это гарантия безотказной работы вашего двигателя и увеличение срока его службы Maligem Это снижение расхода топлива Это максимальная защита деталей двигателя и наивысший уровень температурной стабильности Новое поколение моторных масел Liqui Moly Maligem Для тех, кто ценит самое лучшее Все, что ты должен знать об антифризах это Кулстрим Антифризы Кулстрим заправляются на конвейерах большинства автозаводов России Потому что Кулстрим это антифриз который используют чемпионы Антифриз и Кулстрим это 7 побед на Дакаре Кулстрим Спрашивай в оранжевой канистре Подробнее на сайте proantifriz.rf Это заявка на победу Ничего себе заявочки Официально заявляю Поводов много Программа по заявкам одна на всю страну Ежедневно с 13 до 14 и с 20 до 21.00 Передавайте приветы поздравления делитесь хорошим настроением и заказывайте песни Подробности на сайте страна.fm Чем больше знаешь тем интереснее жить А с хорошей музыкой интереснее вдвойне Телерадиоканал Страна.fm Только в нашем эфире Ежедневно Звездные гости Новости Наука Исторические факты Кино Города России И мира Культура Автомобили Путешествия Полезные советы Книги Спорт Все краски жизни И лучшая музыка Телерадиоканал Страна.fm Один На всю страну Слушай Смотри Страна.fm Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24 Это телерадиоканал Страна.fm Один На всю страну Мы продолжаем в программе Наука и технология Сегодня наш гость Александр Кудрявцев Мастер ТРИС Александр Владимирович Как дела обстоят у нас в России с этим делом Понимают ли крупные компании Может быть даже госкорпорации Что необходимо Опыт внедрять В свою систему управления Я вижу Что все больше и больше Это распространяется То есть я считаю Что сейчас мы находимся На таком На позитивном На правильном этапе Идет развитие Если называть госкорпорации Можно назвать Росатом Росатом В лице своего Такого концерна ТВЭЛ Который занимается Изготовлением топлива Очень широко Это применяет Использует И другие Составляющие У них есть Несколько компонентов В Росатоме Используют Широко Несколько Крупных концернов Я говорю только о том Что я знаю Это не всеобъемлюще Поэтому Возможно Кто-то использует Из тех Кого я не называю Ну например Достаточно давно Начал широко использовать Этот метод Концерна Евраз Сибур Поскольку Они все время Работают на конкурентных рынках Выходят за рубеж Со своей продукцией Им постоянно Нужно ее обновлять Уменьшать себе стоимость И так далее И они вот это используют И сейчас Очень широко И очень мощно Шагнул Концерн Базовый элемент Который Просто ввел Внутри Своей Оргструктуры Подразделения Которые называются Отделы ТРИС И в которых Посадили людей Предназначенных Для профессионального Решения Задач То есть Они должны Помогать Нормальным отделам Да То есть Еще раз Как нам только Присоединился ТРИС Теория решения Изобретательских задач То есть Допустим Вот Росатом Говорит Вот нас Такая задача Изобретательская Помогите нам решить Да То есть Вот так происходит Сотрудничество Происходит Мы считаем Что люди Которые решают Задачи для Росатома Должны работать Внутри Росатома Поэтому скорее Происходит Немножко по-другому Идет обучение Людей Которые Затем берут На себя Функцию Решения Задач Дело в том Что Ну помимо ТРИС Надо ведь знать И специфику предмета Она достаточно Глубока Бывает И Мы решаем Задачи на заказ Но это Требует От нас Огромного Времени Вернее Огромных Усилий На включение В ситуацию И это Потерянное время Профессионал Знает Эту всю Ситуацию То есть Я понимаю ТРИС ТРИС Теория Решения Запрещательских Задач Это Набор Таких Инструментов Которыми Вы делитесь И обучаете Сотрудников Той или иной Компании Людей Просто Которые Приходят И они Уже И вместе С ними Мы решаем Задачи А они Потом На этом Получают Навык Решения Задач Именно Алгоритмический Чтобы Бизнес Управление Стало Эффективней Да Чтобы выйти Из этого Тупика Здесь Есть Несколько Компонентов Первый Компонент Решения Конкретных Технических Задач Это Выигрыш Во времени Второе Это Для больших Корпораций Где много Исследователей Много Разработчиков То есть Много Талантливых Людей У них Своя Специфическая Проблема Возникает Как Вот Это Все Огромное Количество Талантливых Людей Включить В единый Контур Управления И до Этого Дотрис Было непонятно Как управлять Процессом Придумывания А здесь Мы получили Некоторое Количество Инструментов И мы Теперь Можем Говорить О решении Задачи Внутри Вот этого Поля Инструментов Можем Говорить Мы с вами Коснулись Противоречий Можем Говорить О том Сформулировал Ли ты Противоречия Поставил ли ты Правильно Цели Выявил ли ты Ресурсы Правильно ли ты Этими Ресурсами Распорядился И так Как задача по физике Дано Вот надо Да и здесь Мы все это переводим К этому дано Да и начинаем С ними Сейчас очень Модно Брать Ну опять таки Зарубежный Наверное опыт Бизнес тренеров Берут в команды И там у них Много разных Опять Инструментов Вот они Пользуются методиками ТРИС Здесь что-то схожее Или это другое Абсолютно направление Потому что они тоже себя так позиционируют Что вот труд будет эффективнее Результат Да В чем особенность нашего инструмента Дело в том, что очень много есть методов В которых рассказано, что нужно делать Но в ТРИС очень много внимания уделяется тому Чтобы рассказать, как это нужно делать Потому что, ну мы Знаете, фигурально мы это называем метод Александра Македонского Александр Македонский в свое время дал Очень точный метод Как побеждать Помните, да? Надо прийти, увидеть и победить Вот было три этапа Ну все же этапы правильные Надо действительно прийти, увидеть ситуацию и победить Но как? И вот здесь мы как раз Есть некоторые такое у нас Конкурентное преимущество Очень детально расписывается Как сделать тот или иной шаг То есть мы тренируем как раз Практику применения определенных инструментов Вот в этом выигрыш большой Большой Но и это наша вообще идея Российская, так скажем Да, это российская идея То есть это наше золото Которое можно продавать Это могло бы быть нашим золотом Инвестировать Я хочу вам сказать Экспортировать, простите Да, это метод, который мог бы быть нашим Но очень правически Генри Хальшулер В свое время сказал, что Конечно, наш метод придет Создатель ТРИС Он сказал, что наш метод, конечно, придет к нам в страну с запада Ну как полагается Придумали здесь Паровоз придумывает русский мужик Черепанов Но закупать-то начали Царская Россия Начала закупать это все дело в Англии А за рубежом давно используется эта методика? С начала 90-х годов Когда вот этот произошел наш взрыв, перестройка Разлом СССР Много народа, знающего ТРИС, уехало в разные страны И начали там применять Утекли Утекли, фактически, да Мы скоро продолжим, друзья Мастер ТРИС Александр Кудрясов в гостях Программа «Наука и технология» Оставайтесь с нами Страна РФ Принимали все так, как есть Пили вино и ночь Бросали тоску в огонь Голоса отгоняли прочь От счастья до боли От боли до боя И доли, и доли, и доли Дай пять Если ты все еще ищешь свою дорогу Дай пять Если ты все еще ждешь, когда рассеется ночь Дай пять Если мир поделен на тысячи, а ты не в ногу Дай пять Если ты просто не хочешь быть, как все туч, дочь Дай пять Скажут, не время знать Не время что-то менять И девочки в тонких платьях Просто должны танцевать Не помня о боли Не зная паролей От боли до боя Дай пять, если ты все еще ищешь Свою дорогу, дай пять Если ты все еще ждешь, когда рассеется ночь Дай пять, если мир поделен на тысячи А ты не в ногу, дай пять Если ты просто не хочешь быть как все тот, что ты Дай пять, дай пять Дай пять, дай пять Это знаки, читать научись их Сила жестов и чисел станет причиной Если заново встать, не осталось почти сил Если там впереди большое кино, то все это тизер Если это не вызов, спрячь когти И дай мне пять, тигр От счастья до боли От боли до боя И то ли на боли, то ли Дай пять, если ты все еще ищешь Свою дорогу, дай пять Если ты все еще ждешь, когда рассеется ночь Дай пять, если мир поделен на тысячи А ты не в ногу, дай пять Если ты просто не хочешь быть как все тот, что ждешь Дай пять О-о-о-о, дай пять О-о-о-о, дай пять О-о-о-о, дай пять Страна ФМ СМИ зарегистрировано в Роскомнадзоре Свидетельство ЭЛ, номер ФС 77 65 232 От 1 апреля 2016 года Категория 12+. Мы продолжаем программу наука и технологии Лиза Калинина, это я А в гостях у меня сегодня мастер теории решений Изобретательских задач, ТРИС Александр Владимирович Кудрявцев А также руководитель Московского общественного института технического творчества Вот о деятельности тоже еще поговорим Но, вот если люди сейчас нас слушают, смотрят, хотят обучиться Посмотреть, внедриться Где они могут получить знания? Я знаю, у вас совсем скоро мероприятие состоится, да? Вот расскажите поподробнее Ну, во-первых, хочу сказать, что классическая ТРИС Описана в книгах Генри Хальтшулера И есть одна книга, которая постоянно переиздается И, в принципе, наверное, можно было бы начинать с нее Книга начинается «Найти идею» Называется «Найти идею» «Найти идею» Генри Хальтшулера И, ну, она регулярно, вот я ее вижу в магазинах То есть, постоянно идут перепечатки То есть, вот с этого можно было бы начать Затем, должен сказать, что 10-11 ноября То, что вот вы сказали, мероприятие В Москве, в здании Института Стали и Сплавов Пройдет ежегодная конференция Которая будет посвящена, ну, итогам очередного года Мы ежегодно стараемся смотреть Какие новые проекты выполнили Какие новые проблемы у нас возникли Именно методического плана И вот 10-11 ноября конференция это будет Вход туда открытый Свободный Никакой оплаты нет Но нужно зарегистрироваться, естественно Но если вы наберете, например, конференция ТРИС 2017, вы найдете тут же На нескольких сайтах идет регистрация Что там будет интересного для новичков? Мы специально одну секцию сделали такую Мы взяли инструменты, которые не описаны в книгах Альтшулера Дело в том, что альтшулеровская ТРИС Это мы называем классическая ТРИС Это был комплекс инструментов, предназначенный для решения задач А дело в том, что когда ты начинаешь решать задачи То оказывается, что задачи тебе никто и не приносит А тебе дают объект Объект дают и говорят, ну, сделай его лучше Дешевле, надежнее, ну и так далее Ну, понятно И тогда вот на вот этом базисе, на классической ТРИС Стала нарастать у нас такая оболочка Которую, ну, можно условно назвать Инструменты для выявления задач Вот в этом непонятном проблемном поле Нужно найти ключевые задачи И целый ряд инструментов возник Как систематизировать, да? Выявить 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 те ключевые точки, в которых надо затем бить Потом оказалось, что этого тоже мало И возникла еще одна оболочка Которая состоит из инструментов для выбора правильного объекта Вот ты будешь решать свою задачу с помощью какого-то средства А это средство надо сначала выбрать И здесь возникли инструменты для выбора объекта А потом еще одна оболочка возникла Как правильно понять, что нужно потребителю на рынке И вот эти все инструменты Все эти три дополнительных оболочки Они в книгах от Чулера отсутствуют И мы, к сожалению, достаточно плохо себя ведем Относительно широкой публики И мы мало публикуем этих инструментов Поэтому мы сделали секцию На эту секцию я пригласил людей Которые либо разрабатывали эти инструменты Это инструменты постклассической ТРИС Либо их очень широко и полно применяют И я каждому из них дал полтора часа И мы выпускаем даже отдельный том Мы там каждому посетителю даем два тома трудов Один это просто работы нашей конференции А второй это вот эти инструменты постклассической ТРИС И люди их описали достаточно подробно Это вот у нас 9 инструментов 200 страниц книжка такая А4 формат И они постарались описать те инструменты Которые возникли вот и широко применяются именно сейчас И составляют основу современных методов наших Поэтому приглашаю Будем очень рады 11 ноября 10, 11, это пятница и суббота Специально мы сделали такой разбег Чтобы некоторые не могут в рабочий день Некоторые не могут в выходной Вот, приходите, будем рады Послушайте, посмотрите Кстати, уже записалось больше тысячи человек Ну, думаю, что по нашей отечественной привычке Придет не вся тысяча Все равно это хорошо Нет, это очень хорошо, да Университет столей и сплавов, да? Да Ну, я думаю, придут А вот, кстати, студенты Они уже знакомы с системой А3 В каких-то вузах вводится Такой, может, предмет, факультатив, как угодно Очень давно Это на некоторых специальностях дают в авиационном институте Это дают в Бауманке К сожалению, не так широко, как мне казалось То есть не то, что не в полном объеме, а не всем А бауманцам, я думаю, всем бы надо Это очень широко сейчас начал осваивать политехнический институт наш Ну, все, собственно, передовые вузы Ну, вот, передовые вузы, да А как обучают преподаватели отдельно или из вашей ассоциации люди? Преподаватели, преподаватели Большое количество преподавателей знают этот инструмент Ну, опять, знание инструмента Разное количество вот этих оболочек Капустных, о которых я говорил Ну, вот, метод какого года, можно сказать, дают Понятно Вы сейчас тоже мне за кадром рассказывали, что за рубежом уже даже голландцы там обучают системе ТРИС Хотя придумано у нас Не даже голландцы, а Голландия одна из передовых стран Европы осваивающая Хотя все это у нас придумано И люди иногда едут туда повышать Все, это уже не наше Это уже общемировое Это уже... Ну, мне кажется, это все равно здорово Потому что когда я в прошлом сентябре ездил в Токио на конференцию ТРИС Я должен вам сказать, что 26 крупнейших корпораций Мира Японии Это Тойота, Олимпус там и так далее Ну, мира Да, да, да Каждая представила свою команду ТРИСовскую И они там друг перед другом Ой, здорово Выступали Кто из них круче, какие там ходы придумал Это было очень приятно И я сидел с такой, с ностальгией Или наоборот В ожидании И, конечно, надо делать как можно быстрее шаги Для того, чтобы мы тоже могли Вот так козырять нашими отечественными командами Напомню, у нас в гостях сегодня мастер ТРИС Александр Владимирович Кудрявцев Сейчас небольшая пауза музыкальная И продолжим Задавайте свои вопросы Группу ВКонтакте Страна.ФМ Ватсап Вайбер 909-928-189-9 Вышел из кафе В парине под шофе Сел на лавочку и плачет Вышел из кафе В парине под шофе Девушкою подурачен То любовь, то нелюбовь Не найти ответа Он давно готов простить Она там с кем-то Не осталось и следа Все ее признания Превратились навсегда В воспоминания Потому и плачет Вышел из кафе В парине под шофе Сел на лавочку и плачет Вышел из кафе В парине под шофе Девушкою подурачен Это старый сериал Миллиарды серий Его автор так устал И открыл все двери Разбиваются сердца От непонимания Что любовь давно ушла В воспоминания Потому и плачет Вышел из кафе В парине под шофе Сел на лавочку и плачет Вышел из кафе В парине под шофе Девушкою подурачен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это старый серий Продолжение следует... Вышел из кафе В парине под шофе Сел на лавочку и плачет Вышел из кафе, паренью под шапе, девушкою одурачен. Реклама Милый, ну давай еще раз попробуем. Милая, да сколько ж можно пробовать? Сил уже не осталось. Как это не осталось? А кто уберет этот противный известковый налет из нашей ванной? Чистящий спрей ХГ. Он за считанные минуты удаляет любые известковые отложения в ванной, на кухне и в туалете. Бытовая химия ХГ. Сохраните силы для другого. Телерадиоканал «Страна.ФМ», моторные масла «Ликвимоли» и «Визит Норвей» представляют. Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли». Сделай красивое селфи и выложи на свои страницы в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами «Мисс Ликвимоли». Страна «ФМ» и «Визит Норвей.Ру». Первые красавицы страны! Мы ждем вас! Ваши фотографии примут участие в конкурсе «Мисс Ликвимоли». Подарков будет много, а главный приз – путешествие в Норвегию на горнолыжный курорт. Конкурс проходит при участии компании «Ликвимоли». «Ликвимоли» – это моторные масла, автохимия и автокосметика. Для тех, кто ценит самое лучшее. Сели радиоканал «Страна.ФМ» и студия 89,9 представляют. Программа «Концертный зал». К нам в гости приходят известные и легендарные артисты, а также молодые, амбициозные таланты. Но главное в концертном зале звучит ваша любимая музыка. 2 ноября в концертном зале «Владимир Лёвкин». Каждый четверг в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 10 вечера. Ведущие – Александра Хайрулина и Роман Шаков. «Страна.ФМ». Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Один на всю страну. Завершаем программу наук и технологии. Напомню, в гостях у нас сегодня мастер ТРИС Александр Кудрявцев. Напомню, кто, может быть, там только присоединился. ТРИС – теория решения изобретательских задач. Система, которая работает во всем мире. Крупнейшие компании уже вводят ее, внедряют в свои, так скажем, методики управления. А придумана она была у нас здесь, в России, что приятно. Вот Александр Владимирович, не сказал, является вице-президентом Международной ассоциации ТРИС. И у нас тоже сейчас все уже налаживается. Вот вы сказали, даже у студентов есть определенные факультативы, предметы какие-то включаются. ТРИС и так далее. У некоторых студентов есть, у некоторых нет. Да, у некоторых, передовых наших вузах технических. Вы также являетесь руководителем Московского общественного института технического творчества. Вот расскажите о нем, что там происходит, какая жизнь. Два слова буквально. Когда-то в советское время ТРИС у нас в стране внедрялся на общественных началах. И во всех крупных городах силами общественности, силами инженеров, неравнодушных людей, были созданы такие школы или институты, по-разному их называли, в которых учили обычно инженеров, обычно тех, кому нужно было что-то придумывать на своем производстве. И мы эту практику вот в Москве тоже ввели. И начиная с 1981 года мы такую структуру себе создали. Это общественная структура, которая ежегодно набирает некоторое количество студентов, и взрослых людей, и обучает вот этому нашему методу. В этом году у нас будет курс для начинающих. Этот курс начнется у нас где-то во второй половине января. Милости просим. А сколько длится? Ну, мы курс делаем небольшой. Это 40-часовой курс, и он длится 8 недель, поскольку мы собираемся раз в неделю. Обычно это четверг. Вечером после работы, опять же, мы собираемся в институте Стали и Сплавов. Очень дружелюбный, гостеприимный вуз, который открывает свои двери для таких вот вечерних занятий. Мы набираем группу, и это группа начинающая. И где-то в апреле у нас начнется группа для тех, кто уже... Продвинутый. Продвинутый. Продвинутый пользователь, да. И обычно туда приходят и инженеры, и малый бизнес, и люди из корпораций, и рекламщики. И поскольку мы занимаемся развитием систем технических, а техническими системами мы называем любую совокупность элементов, сделанных из предметов любой природы, из железок, из людей, которые в совокупности выполняют какую-то общую цель. Ну, любой отдел на производстве или любая малая фирма – это система. Телевещательная компания любая подходит, по факту. Ну, не любая, ваша точно подходит. Нет, ты имеешь в виду, ведь обратиться, я вот слушаю, пожалуйста, да, то есть вы можете наладить систему. Будем рады вас видеть. То есть и люди приходят в университет, обучаются, да? Люди приходят, учатся вечером, тащат туда свои задачи, решают их сами, разбирают. Очень интересная публика, и, надо сказать, вот отдыхаешь душой, работая с этими ребятами, поскольку... Знаете, вот есть такая английская пословица – это люди, на которые не засижены мухами. То есть мухи на них не успевают садиться, они вообще все время в движении. Что касается вообще движения, Трис, это в основном Петербург, Москва или по России тоже развивается? Нет, по России в свое время в Советском Союзе это было 200 городов. Сейчас, конечно, с перестроечными вещами многое отпало. Сейчас мы это все восстанавливаем. Есть много городов интересных, там Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск. Ну, Питер вы уже назвали, но очень много городов. Там Бенза, например, из малых городов. То есть жизнь в стране есть, и она везде. Это прекрасно, да, мы верим. Это прекрасно, знаете. Люди активные и творческие есть везде, и мне кажется, очень важно, чтобы эти люди были отмобилизованы, были оснащены современными инструментами, и вот в случае появления необходимости на какой-то территории, они, конечно, должны вступать в бой. Да, тем более, мне кажется, сейчас еще такие активные молодые люди, которые пытаются развивать свой стартап так или иначе, для них вообще-то сейчас очень нужно. Только что вот прямо я пришел к вам с встречи с очень интересным стартапом, да. А, которые тоже обращаются, да, то есть советом. Ну, конечно, в первую очередь это молодежь, да. Очень много молодежи сейчас, очень приятно. Ну, это здорово, конечно. Давайте еще раз напомним про конференцию, поскольку это вот-вот уже состоится. 11 ноября состоится конференция, зарегистрироваться можно, например, зайдя на сайт Трезофикация, ну, русскими буквами можно набрать, или сайт методолог.ру. Там есть раздел объявлений, плашки, и можно там зарегистрироваться. Участие бесплатное, милости просим. У меня еще вот такой вопрос, поскольку я начала с того, что мы говорили о педагогике, вот вы, ваше мнение, профессиональное, старшеклассникам, может, уже, ребятам, которые выбирают профессии управленческие, технические, вот в старших классах 10-11-х, им можно получать этот навык Трез, эти знания? Или это все-таки рановато еще? Ну, мне кажется, что, конечно, можно, да, но самое главное, чтобы человек, который изучает эти инструменты, чтобы он был мотивирован на решение задач. Но очень важно, чтобы перед ним стояла какая-то его задача, тогда он будет все изученное, будет сразу прикладывать и понимать пользу. И будет понимать эту пользу. Потому что, в противном случае, давайте я на будущее обучусь, ну, КПД очень маленький. Ну, как-то, наверное, работает, но очень маленький КПД. Ну, вот поэтому к вам и приходят люди, которые уже со своим бизнесом, уже с реальными задачами. Конечно, они приходят, потому что они зашли в какие-то тупики. Они понимают, зачем вам нужно. Спасибо вам огромное. Безумно интересный разговор. Я надеюсь, что это будет полезно. 10-11 ноября приходите в Университет Столи и Сплавов. Будет большая конференция. Я думаю, всю новую информацию найдете еще в интернете. У нас в гостях сегодня был в нашей программе наука и технологии мастер Трис Александр Владимирович Кудрявцев. До встречи. Спасибо, Лиза. Друзья, я тоже с вами прощаюсь. До завтра и всем хорошего вечера. До того, что одетые в нее тонут города, пыли ради ее вон.